Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании iMarkets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня 31 мая, последний месяц весны, начинается лето и давайте посмотрим, какие новости нам готовит лето. Итак, понедельник, 31 мая, вечером особых новостей не предвидится, хотя, хотя так, ну уже прошло все, да, не предвидится. Есть размещение векселей, но они краткосрочные достаточно, то есть многолетние, они дают динамику, дают волатильность, эти, я думаю, особо нам не помогут. Хотя, ну и по времени уже все, я тоже пропустил. Давайте вторник посмотрим, завтра у нас решение резервного банка Австралии по процентной ставке, сутричка. Обратите внимание, так, ВВП по Швейцарии, ну, по Швейцарии, но это за квартал, не очень значительная новость. Так, да, остальные, ну вот по Канаде годовое, значение годовое по ВВП 17.30, вот, можно ожидать повышенной волатильности. Так, ну, выступление представителя Банка Англии в 20.00. Так, в среду можем обратить внимание на что? На аукцион десятилетних казначейских облигаций по Британии. Вот, так, и выступление президента ЕЦБ в 22.10. В четверг изменение занятых, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, но это у нас предварительные новости, скажем так, перед пятничным нон-фармом. Так, 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 так. Ну, вечером выступление представителя Банка Англии Бейли в 21.00. Что-то он слишком часто выступает, уже примелькался, я думаю, особо на рынок на него не влияет, на рынок на него не реагирует. Вот, решение президента Банка Индии в пятницу в 9.30, да, это интересно. И, поскольку все будут ждать, конечно же, нон-фарм в 17.30 по Америке, желаю всем на нем хорошо заработать. Вот такие новости. Перейдем к терминалу, посмотрим криптовалюту, биткоин, что нам дает анализ технический по биткоину. Ну, во-первых, очень хорошо отработала себя линия поддержки, да, мы видим раз-два, прям шикарно. Но это значит, что он говорит, что линии начали работать лучше, поэтому ожидаем коррекции от линии сопротивления также. Вот, поэтому ожидаем, что на них можно заработать. Вот здесь прослеживается зеркальная линия такая, вот, ну, совсем короткий, скажем так, сигнал, да, на небольшое движение. Если успеете, можете попробовать. Давайте посмотрим, что по обычным валютам, значит, евро-доллар опустился, такие-то зеркальные линии, да, прям шикарно вообще. Здесь, кто успел купить по сигналам, молодец, кто нет, смотрим, что у нас есть еще. А так, ну, по сути дела, вот, только этот минимум я могу взять, да, за основу. Вот, и будем ожидать, что если цена вернется, то зона покупок будет в этом районе. Вот, зона покупок. На большее я бы пока не рассчитывал. Да, вот эта консолидация, она пока нам не дает хороших сигналов. Ждем новых вершин и впадин. Значит, по британскому фунту на H4 продолжается консолидация. Линию сопротивления можно уже перерисовать таким образом, и она, я думаю, даст хороший сигнал на продажу. Что касается линии поддержки, то ее уже можно удалить. Так, здесь больше ничего такого убедительного я пока не вижу. Ну, только если вот это вот на H4, да, линию поддержки, я думаю, можно ее рассмотреть. Ну да, вот ее и рассмотрим. То есть, вот здесь у нас будет зона покупок. Вот такие точки входа. Зеркальных линий здесь пока особо не предвидится. Давайте посмотрим золото и нефть. По золоту сформировался хороший максимум, да, по нему мы сформируем линию сопротивления. Ожидаем продажи от линии сопротивления. Также линию поддержки можно вот здесь обозначить. И, соответственно, зона покупок в этой области. Еще я вижу, вот здесь вот был максимум, вот он максимум, да. Так, нет, отсюда рисовать некорректно, наклон слишком сильный. Вот так вот я обозначу. Вот здесь можно точки входа на покупку рассмотреть. Это зеркальная линия сопротивления, перешедшая в поддержку. Давайте глянем нефть. По нефти у нас также сформировалась линия сопротивления, но она еще достаточно слабая, потому что цена достаточно близко подошла к ней и не сделала еще большого коррекции, достаточно коррекции. Так, ну, линия поддержки также сохраняется, сохраняется. Так, 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 ну, пожалуй, пока все, пока все. Вот эту зону можно перенести сюда, на покупку. Все, ну, давайте еще в канализ посмотрим на закусочку. Продлеваю линию поддержки, да, сохраняется сигнал на покупку. Также от нового максимума сформируем сигнал, ну, линию сопротивления с сигналом на продажу. Вот в этой зоне, думаю, хороший скальперский сигнал, сигнальчик будет. Вот таким образом. Такие рекомендации на неделю. Ждем новым фарм, торгуем. Всем хорошей торговой недели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Пока.